На фоне неуклонного продвижения военной специальной операции России и сил Донецкой и Луганской Республик на Украине в мире происходят очень серьезные события не только в политической, но и в экономической сфере. Сегодня наша страна активно налаживает новые логистические цепочки и выпуск импортозамещающей продукции. Не остается в стороне от этого процесса и наш регион. Тверь посетили представители российского экспортного центра. Вместе с руководителями многих предприятий Верхневолжья они обсудили перспективы переориентации сотрудничества на страны, которые проводят по отношению к нашей стране лояльную политику. В последние недели перед предприятиями нашей страны встали серьезные вызовы. Западные санкции введены в том числе и в отношении экспортеров. Причем речь идет как о сырье, так и о продукции промышленных и аграрных предприятий. Путь решения этих проблем с тверскими производителями, представлявшими секторы АПК, товары для дома, деревообработку, обсудили представители российского экспортного центра. Мы говорим о финансовых и не финансовых мерах поддержки, начиная от анализа рынка, поиска иностранного покупателя, консульционная поддержка по вопросам сертификации, патентования, по вопросам логистики, что сегодня очень актуально. Еще одним важным направлением помощи является страхование экспортных контрактов на случай непоступления валютной выручки. Отдельно стоит отметить специальные меры поддержки. Речь о возмещении затрат на участие в выставочных мероприятиях, на международную сертификацию и патентование за рубежом. Кроме того, российский экспортный центр помогает тверским производителям переориентироваться на другие рынки. Мы очень надеемся на рынки Китая, на рынки Индии, на рынки дружеских стран. Мы уже там есть. Мы надеемся на расширение потока, мы надеемся на поддержку наших властей. При этом западные страны тоже для нас не закрываются наглухо. Из уст руководителей американских и европейских предприятий мы слышим риторику, заметно отличную от того, что говорят политики, отмечают в российском экспортном центре, приводя в пример недавнюю историю, как одна отечественная фирма ухитрилась во вход всех жесточайших санкций поставить партию своих игрушек даже в США.